Александр Лычковский только вернулся из столицы. На днях студент университета имени Максима Танка стал дипломированным специалистом, а точнее менеджером по спорту и туризму. 23-летний Саша – единственный бобручанин, который получил приглашение на республиканский бал выпускников с участием президента. А ведь туда попадают лучшие из лучших – отличники, чемпионы и победители. Большая честь представить наш университет. Было очень приятно, что именно выбрали меня. Я тем более один парень был. Лично президента нашего видел впервые. Ну, какие-то эмоции новые. Не каждый день видишь главу государства. Чей занять ряды Золотого фонда молодежи, а это более 200 студентов, включая иностранных, Александру Лычковскому выпало за спортивные заслуги. Свой путь на татаме 15 лет назад он начал в Бавруйске. После окончил тренерские курсы в училище Олимпийского резерва. Теперь перспективного дюдаиста весовой категории «плюс 100» тренирует опытный наставник Александр Котловский. Я тогда еще не думал о спортивной карьере так на профессиональном уровне. Просто начал заниматься, втянулся и уже как-то не смог выйти оттуда. Основных результатов в жизни добился именно с ним. Он меня на путь поставил. Вот то, что и по спорту, и по всему. Три года Саша представлял университетскую сборную. Участвовал во многих соревнованиях, в том числе в армрестлинге и гиревом спорте. Самую дорогую награду с чемпионата Европы он привез в прошлом году по казахской борьбе. На состязаниях в Сербии без труда одолел четырех соперников и уступил лишь одному. Сегодня в планах бобруйского силача вырастить олимпийского чемпиона. Что же касается работы по специальности, сейчас молодой человек выбирает. После бала признаются выгодных предложений поступило много. Но Саша хочет остаться в родном городе. Мария Бересневич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.